Здравствуйте, друзья мои! Как и любой современный священник, я вовлечен в работу с воскресными школами. И этого, наверное, никто не избежит, это совершенно естественно, нормально и интересно, на самом деле, потому что дети привносят свежий взгляд на привычные для нас вещи. Однажды я устраивал детский утренник и раздал нашим карапузам духовные стихи. Дело было очень давно, я был еще юн и не очень понимал, с чем имею дело. И сонные карапузы зачитывали духовные произведения. Вот один малыш стоял и бубнил стихотворение, которое нам всем хорошо известно, «Духовный жаждаю томим». Это пророк, это классика. И малыш, не очень понимая, что происходит, что с мамой они затвердили, он угрюмо читал «Духовный жабою томим». Потому что ему это было понятно, была какая-то жаба. Жаб он прекрасно понимал, и лицо у него было именно такое, которое соответствовало этому прекрасному слову. И у меня так и не выходило из головы это выражение «Духовный жабою томим». Может быть, в этом есть действительно какой-то смысл, который малыш в нем рассмотрел. И как-то читая Иоанна Лествичника, я вдруг встречаю слово «жаба». И не могу поверить своим глазам, как это так? Почему Иоанн Лествичник, такой выдающийся монах-аскет, вдруг начинает писать о жабах? Ну, жаба-то тут при чем, если речь идет о молитве, о созерцании, о борьбе со страстями? У него есть в 26-м слове, посвященном рассуждению, такой интересный этюд, который оказался довольно глубоким прозрением и весьма полезным для современного христианина текстом. Вот что он пишет. «Как черпая воду из источников, иногда неприметно зачерпываем мы и жабу вместе с водою, так часто, совершая дела добродетели, мы тайно выполняем сплетенные с ними страсти». Мы видим эту картину. Пустынник. Дело было на Синае, где колодцы, как вы знаете, в большой цене. Идет за водичкой, опускает ведро в колодец на большую глубину, и оттуда вместе с драгоценной влагой вдруг достает еще и противную бородавчатую жабу. И вот для Иоанна Ресничка такая бытовая зарисовка стала таким иконичным образом того, что может произойти с человеком, который не научился развлечению духов. Ведь слово посвящено как раз рассудительности, то есть некоторой опытности, способности различать неприметные движения мысли и чувства. И вот он говорит о том, что, оказывается, к благородным христианским добродетелям иногда приплетаются чуждые им стихи, как и в чистой воде жабе не место. Например, говорит преподобный, со странолюбием сплетается объедение, с любовью – блуд, с рассуждением – коварство, с мудростью – хитрость, с кротостью – тонкое лукавство, медлительность и леность, прикословие – самочине и непослушание. С молчанием сплетается кичливость учительства, с радостью – возношение, с надеждой – ослабление, с любовью – опять осуждение ближнего, с безмолвием – уныние и леность, с чистотою чувства огорчения, со смиренно-мудрием – дерзость. Ко всем же сим добродетелям прилипает тщеславие, как некий общий калорий, то есть мазь, или, вернее сказать, отрава. О чем говорит преподобный Иоанн Лествичник? Он говорит о том, что христианину следует быть мудрым и суметь отличить в образе или же в благородном движении души, чувства, различать те опасности, которые незаметно к ним пристают. Вот он говорит о кротости, которая присоединяется лукавствами, длительность, леность, прикословие, самочине. Кротости – это безгневие. И человек может под маской добродетели обманывать не только другого, но и сам себя. Как это бывает у нас особенно с тем стилем поведения, который в церкви у нас принято называть смирением. Когда человек на самом деле выбирает себе роль жертвы, забитого существа, отказывается управлять своей жизнью, принимать решения. Своё чувство заниженной самооценки выдаёт за христианскую добродетель. Но это никакого отношения имеет к подлинному смиренному мудрю, который является, если угодно, философской добродетелью. Добродетелю человека размышляющего, созерцающего, который десятилетиями выстраивает в себе определенный навык духовной жизни. То же самое Иоанн Лесович говорит о том, что даже к таким благородным порывам и чувствам, как любовь, жалость, может приплетаться иногда нечто совершенно чуждое, неразумное. Можно было сказать, что рассуждение монаха из VI века никакого отношения к нам не имеет. Тем более, что мы жаб вообще редко встречаем в наших городских условиях. Всё больше как-то какие-нибудь тараканы, блохи, да и те уже повывелись. Но, тем не менее, это рассуждение обладает невероятной актуальностью для нашего времени. Почему? Потому что современный христианин, как и любой человек нашей с вами современности, сталкивается с технологиями манипуляции. Они есть, они всегда были. Просто в наше время они приобретают неслыханный масштаб в силу своей технической изощренности. Человек устроен очень экономно. Мы социальное существо, мы живем в обществе. И чтобы выработать своё мировоззрение или некую позицию по ряду вопросов, например, богословских вопросов, отношения, например, к инославным, отношения к иерархии, к духовной жизни, политические взгляды, наши художественные пристрастия. Или же некоторые другие оценки выработать мы не все в состоянии. Просто потому, что на то, чтобы выработать настоящее, своё оригинальное, личное, выстраданное мировоззрение, уходит очень много сил. Не каждый человек себе может позволить эту работу. Не у каждого человека есть возможность сидеть, разбираться в информации, в сведениях, которые поступают, разобраться в богословских текстах, которые сейчас доступны. И более того, каждый из нас сейчас бомбардируется таким потоком информации, как будто бы мы небесное тело, которое потеряло свою атмосферу и сейчас не в состоянии справляться с этим потоком метеоритов и астероидов. Именно в таком состоянии мы сейчас находимся. То есть мы вынуждены, большинство из нас, не все, но большинство вынуждены пользоваться мнениями заёмными, которые к нам приходят со стороны лидеров общественного мнения, спикеров, политиков, журналистов, а чаще всего даже актёров, то есть людей, которые на виду. А что сказал по этому поводу Джонни Депп? Как выразил свою позицию тот или иной журналист или же даже персонаж фильма? И нам так проще. Это не потому, что мы ленивы и нелюбопытны, просто люди экономят на том, чтобы не тратить эту энергию. Более того, и одарённость у нас разная. Раньше в традиционном обществе этот механизм формирования суждений, мнений работал с помощью традиции. Традиция – это передача самого важного опыта наших предков, который транслировался от мудрецов и сохранялся мудрецами. Над теми людьми, которых мы можем сейчас назвать авторитетами. Но опять же, как мы небесные тела, потерявшие атмосферу, мы ещё потеряли веру в авторитеты, потому что этот напор вдруг смёл все авторитеты, все традиции, всё поставлено под сомнение. Кто авторитет? Патриарх авторитет? Да нет. Вы слышали историю про часы? А кто авторитет? Может быть, вот этот старец? Да нет, говорят, в монастыре у него плохо кормят. А вот, может быть, этот богослов по-настоящему, тот самый голос пророческий, который мы должны слышать. Да вы знаете, вот публиковали недавно, что взятки берёт. Да, да. На экзаменах вот слышали. Значит, никому веры нету. А кому верить? Да вот этот канал как будто бы. Все слушают, все смотрят. И у нас есть этот инстинкт социальный, кстати, совершенно законный, идти за большинством. И мы не отдаём себе отчёток, кто манипулирует этой модой, модой на теле иные поступки, модой на теле иные оценки. И именно поэтому навык, о котором говорит Иоанн Лесочник, так сейчас важен, потому что манипуляции происходят в наше время не с помощью страстей даже, как в прежние времена, когда маячили идеалы, например, каких-то развлечений, запретных удовольствий. Сейчас, в общем-то, настолько всё разрешено, ничем невозможно никого удивить. Есть мода на добродетель, но понятую как-то оригинально. Например, есть мода на жалость, но понятую своим определённым образом. Жалость к определённым людям. Мода на благотворительность, но понятую определённым образом. Мода на экологическое мышление, но опять же понятую определённым образом, под определённым углом. И грустно от того, что это в корне в своём очень всеправильные идеи. Жалость к людям, любовь к природе, преклонение перед знанием, почтение перед просвещением. Гуманизм самый высокий. Но вот как жаба примешивается к воде, точно так же примешиваются к этим идеям, специально причём намеренно теми манипуляторами, которые за ними стоят. Некоторый корыстный интерес, которого следует изучить, рассмотреть, чтобы нами никто не манипулировал. Потому что это ведь на грани кощунства, когда люди манипулируют благородными чувствами и порывами. Это уже кощунство, это ужасно. И вот именно поэтому сейчас так важно читать мудрецов древности, святых отцов. Важно вернуться к традиции. И мы, возвращаясь к традиции, понимаем, почему те люди, которые манипулируют широкими народными массами, почему они так ненавидят традиционную религию. Почему они воспринимают в традиции конкурента. Потому что, как оказалось, традиция – это последний островок здравомыслия, здравого смысла, опыта бесчисленных поколений. И мы должны к нему возвращаться, в том числе возвращая себя в то трезвенное состояние, о котором говорит преподобный Иоанн Дествичник. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok